Привет, ты на канале Американская жизнь. Сегодня мы едем в национальный парк Джошуа 3, который находится в Южной Калифорнии. Подъезжаем к парку, уже очень много Джошуа 3, прям в городе. Вот огромный, прям целые деревья. Следующая остановка Визитор Центр, там возьмем карту и поедем в парк, а вот здесь уже видно, начинаются паросты Джошуа 3. Заехали к Визитор Центру, обычно здесь пустая парковка, сегодня суббота, людей нереальное количество, лучше по субботам и воскресеньям сюда не ездить. Сейчас идем глянем, что там, возьмем карту и поедем в парк. Джошуа 3, Визитор Центр, идем внутрь. Так, вот здесь так все выглядит внутри. А вот, собственно, Джошуа 3. Так они выглядят. Нам вот нужно подойти к тому человеку и взять у него карту. Там можно купить разные подарки, открытки, футболки. Так, вот карта и здесь еще информация какая-то о том, что именно в парке находится. Поэтому берем обе книжечку и карту и едем. Вот карта. В этот парк есть два заезда, один через Каттенвуд, с этой стороны. Мы заехали сверху, вот здесь, Джошуа 3 Визитор Центр. И третий заезд еще вот здесь есть сверху. В зависимости от того, где вы находитесь, можно смотреть по карте, куда вам лучше ехать. Мы решили поехать вот с этой стороны, чтобы проехать по всей дороге, которая идет вниз, вниз, вниз и до самого выезда отсюда. И потом по этой дороге вниз мы поедем домой, чтобы посмотреть все. Подъезжаем к парку, к самому въезду. Вон там знак. Вход в парк за одну машину стоит 30 долларов. Не важно, сколько людей в машине сидит. Самое главное, за одну машину 30 долларов. Также можно купить годовой пас на все национальные парки Америки. Он стоит 80 долларов. Если вы собираетесь путешествовать не один раз, то тогда имеет смысл покупать. Можно целый год ездить по разным паркам и не платить за вход. Все, въехали, показали им пас и проехали дальше. Теперь можно кататься, останавливаться на обочине и смотреть по сторонам. Целый путь через парк занимает примерно 2 часа на машине. Если с остановками, то все 3-4. Поэтому желательно приезжать утром и не в выходной день, чтобы людей было поменьше, так как очень большие очереди на въезд в парк. Визитер-центр тоже большая очередь. И здесь все парковки будут заняты. А если вы хотите, к примеру, с ночевкой, то большинство мест для ночевки здесь бесплатно. Но количество ограниченное. В основном 10-15 мест. Кто первый приехал, тот и получил. Поэтому в выходные желательно сюда не ездить, а ездить с понедельника по пятницу. Лучшее время приезда в этот парк. Это, конечно, весна, осень, когда не так жарко. Так как это пустыня, летом здесь доходит до 50 градусов жары. Очень сухо. Ну, некомфортно. Но зато людей будет поменьше. И также карты в этом месте не грузятся. Интернета нет. По возможности, приезжая сюда, загрузите карты оффлайн, чтобы можно было без проблем передвигаться по парку. Очень много колючек в нем. Я один раз попытался как бы забраться на него. Была плохая идея. Колючку загнал под палец. Болела рука целую неделю. Очень неприятное чувство. И вот мы только-только въехали в парк, и уже видно очень большое количество Joshua 3. А сейчас попробуем пролететь дроном. Надеюсь, здесь это не запрещено. Знаков нигде не видел. Поехали. И еще раз. Закрыли. Закрыли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это называется прыгающий кактус Говорят, что иногда, когда ветер на него дует Он может отпустить одну из своих колючек И она прям полетит в тебя Поэтому близко к ним подходить нежелательно А здесь красиво Это нужно видеть Очень интересное место Вау Check this out А вон два человека Скалвазы Несут с собой Такую вещь мягкую Слепа дальше со скалы Чтобы не больно было приземляться Да, виды здесь, конечно, инопланетные Спустимся вниз Пройдем немного В ту сторону Глянем, что там Очень хорошо Все туда идут Почему-то Там 10 машин 300 человек А в этой стороне Никого нет И это самое лучшее Когда никого нет И ты ходишь по трейлам Наедине с природой Очень Классное место У нас еще полтора часа Вниз Через весь парк Очень всем советую приехать Вам понравится 100% И не жарко Хорошо, очень прохладно Ветра нет Солнце светит Отлично Солнце светит Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Также здесь нужно быть начеку, могут быть змеи в камнях Какая красота! Ну что, немножко опасно, но ничего! Красота зато какая открывается! Субтитры подогнал «Симон» Одно из самых популярных достопримечательностей этого места Вот там, где люди стоят, с другой стороны сейчас обойдем Там камень в виде черепа и все хотят у него сфотографироваться Так как сегодня суббота, слишком много людей, но мы попробуем Нужно обойти Вот, отсюда уже немножко видно Глаз, второй глаз, и там нос И камень напоминает вид черепа Если встать, если встать, если встать на этот камень сверху, то будет видней Сейчас попробуем забраться туда Будем среди тысячи людей Снимать, вот он камень, уже видно Называется «Скал Рак» и очередь на фотографию Сейчас пройдем, посмотрим, что здесь помимо этого камня есть Тут непросто, но возможно Вот здесь сбоку Это «Скал Рак» Я забрался немножко повыше Вот такие формации камней здесь Однажды я был аж сам за этой горой И сегодня я туда не полезу Круто Нужно брать на заметку, чтобы в субботу не ездить сюда Везде люди Вот поле с прыгающими кактусами Называются прыгающие кактусы Иногда они отлетают Если ветер подует Опасные Ну, говорят так Но на самом деле Что тут опасного Красиво, конечно Очень много кактусов Безграничное поле кактусов И вот еще какой-то кактус Только он зеленый и цветет Такого я еще не видел С листиками И красными цветами В заключение скажу Классный парк Всем советую съездить Если вы посещаете Южную Калифорнию Это место того стоит Если тебе понравилось это видео Поставь палец вверх Подпишись на канал И увидимся в следующих видео Пока